Пожалуйста, Николай Григорьевич Зубрилин, Ваше выступление. Здравствуйте, еще раз уважаемые товарищи. Конечно, смена состава Московской городской избирательной комиссии, этот вопрос, конечно, назрел, он должен пройти в определенные сроки, как и положено по законодательству. Конечно, можно много высказывать претензий к действующему составу, но сегодня нас заботит будущий состав Московской городской избирательной комиссии и фракции КПРФ считают, что никто из действующего состава, кроме Герасченко Николая Борисовича, туда попасть не должен, так как эта комиссия оказалась не просто бесконтрольным органом, а эта комиссия в эти выборы особенно оказалась очагом фальсификации, и организатором фальсификации, и проводником фальсификации, вместо того, чтобы четко контролировать и стоять на страже честных итогов голосования. Вот возьмем один пример. Сколько было жалоб в течение этих трех дней в городскую избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию, в территориальные, по поводу надомного голосования. При помощи приписок было вброшено более 10%, это огромное количество избирателей, это решающие 10%, при помощи которых были украдены мандаты у оппозиции, и не только у КПРФ, кстати. Вот возьмите таблицу, мы просчитали все четко. Если на каждой участковой комиссии больше 30 адресов квартир, которые являются в качестве надомного голосования, все, что больше, это приписки. Даже если в пешем состоянии или на автомобиле проехаться по району, и представители участковой комиссии проехали больше 30 адресов по 20 минут на каждую квартиру, это уже нужно затратить 10 часов. По 10 часов команды по надомному голосованию не ходят. По законодательству это запрещено, во-первых. Если у вас 100 человек в надомниках, то значит приписки составляют 70 человек, потому что нужно ходить 33 часа по квартирам, больше чем сутки. А есть участки у нас по некоторым районам 250, 300 человек по надомному голосованию. 300 человек это 100 часов, нужно ходить по 20 минут. И даже по 10 минут, если ходить, допустим, там на ракете члены комиссии катались по адресам, это нужно 50 часов, двое суток. То есть видно, что это обычная фальсификация, наглая и бесцеремонная. Но члены участковой комиссии, председатели этого не видели почему-то. Поэтому все, что свыше 30 адресов квартир по надомному голосованию, это является фальсификацией. И честная комиссия должна бы завернуть эти списки. Мы, кстати, проверяли, звонили ветеранам, пенсионерам, в основной части это пожилые люди. И они говорят, что извините, мы никого не заказывали и никого не просили к нам приходить на надомное голосование. Но нам позвонил соцработник и сказал, сидите дома, к вам придут. То есть соцработник регулирует выражение отношения к результатам голосования самим избирателям. Это тоже грубейшее нарушение. Поэтому далее по электронному голосованию мы тоже просчитывали, куда делись 300 тысяч голосов по электронному голосованию, которые голосовали за Компартию Российской Федерации. Они куда-то исчезли без следа. Или их вообще не учитывали, или переложили в корзину кандидатов от Единой России. В 8 часов электронка держала итоги и не высказывала. А какие аргументы были, когда принимался закон об электронном голосовании. То есть через 10 минут, через 15 результаты будут видны на экране телевизора. А бумажные бюллетени будут пересчитывать час, два, может быть и три. Это удобно, быстро и современно. Вот мы убедились, как это удобно. Удобно Единой России. Удобно недобросовестным членам комиссии. Удобно тем избранным якобы депутатам, которые хапанули вот эти мандаты при помощи фальсификации. То есть они являются самозванцами. Они согласились на то, что при помощи фальсификации они теперь будут сидеть где-то в Госдуме, в Мосгордуме и проводить заседания. Эти люди тоже должны определиться со своей совестью. Они согласны быть самозванцами и использовать фальсификации выборов для того, чтобы их избрали. Если согласятся, ну значит такой и состав у нас будет. Именно поэтому у нас и варварские, и драконовские законы принимаются. Потому что больше половины депутатов и в Госдуме, и в Мосгордуме избраны при помощи фальсификации. Они об этом знают, но соглашаются с этим вот ненормальным явлением. Поэтому я считаю, что выборы сфальсифицированы. Электронные трехдневные голосования это элементы фальсификации. А организаторы полицейского беспредела после выборов должны быть уволены. Им не место на государственной службе. Спасибо за внимание.